Праздничный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества, прошел в Московской церкви «Благая весть» 25 февраля. Более 1200 жителей района Гальянова собрались, чтобы послушать любимые всеми песни военных лет и хиты популярной музыки. Большая часть зрителей – это участники служения для людей старшего возраста «Золотое время». Но каждый раз такие мероприятия посещают люди, которые впервые оказались в Евангельской церкви. На самом деле для меня главное – это люди. Люди, которые находятся в зале. А здесь, даже в отличие от очень многих концертных площадок, на которых я бываю, и не только в нашей стране, но и за рубежом, вот именно этот зал, он особенный, он особенно теплый, он особенно отзывчивый, он на самом деле особенный, этот зал. Я не знаю, связано это с тем, что люди пришли сюда обратиться к Богу или просто у людей, на самом деле, которые собираются здесь, это такой эмоциональный настрой. Я думаю, что в первую очередь, конечно, вот это Бог, который наполняет этот зал, который наполняет это место. Дай Бог процветания, дай Бог мира, дай Бог много-много благ этой церкви, этому месту, этому залу, а главное – этим людям, которые здесь собираются и которые здесь служат. Счастья, здоровья, с праздником! День защитника Отечества – пожалуй, один из самых популярных праздников России, ведь в этот праздник провозглашаются почитаемые в народе традиционные понятия – мужество, благородство, служение Родине, отцовство. Пусть этот праздник смелых людей всегда будет мирным и радостным. Певцы были один лучше другого. Мы все получили большое-пребольшое удовольствие. Хотелось бы, чтобы эти концерты продолжались. Мы с удовольствием приходим, слушаем, аплодируем. Нам очень все понравилось. Спасибо. Уже шесть лет езжу. Не концерты, а чудо. На улице, в театрах. Стоит, наверное, по 10 тысяч билеты. А мы все бесплатно, да еще подарки дают. Все было отлично. Надеемся, еще встретимся. Субтитры сделал DimaTorzok